Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. Главный храм Кузбасской митрополии отметил 20-летний юбилей со дня освящения. В музее «Томская писаница» прошел фестиваль, посвященный Дню славянской письменности. Престольный праздник отметил храм в честь святых Кирилла и Мефодия. 26 мая в городе Кемерово прошли церковные торжества, посвященные 20-летию освящения Знаменского кафедрального собора и 10-летию архиерейской хиротонии митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха, главы Кузбасской митрополии. Божественную литургию в Знаменском соборе возглавил митрополит Аристарх в сослужении епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия и духовенства всех трех епархий Кузбасской митрополии. Разделить радость торжеств в главный храм Кемеровской епархии пришли десятки верующих кемеровчан и гостей города, в том числе представители региональной власти, общественные деятели, руководители предприятий. Об истории строительства храма и его роли в деле возрождения духовности и нравственности рассказал первый настоятель Знаменского собора протоиерей Владимир Курнута. Это торжество было всего города, области, даже более того, потому что сам храм является просто чудом Божьим. И центральная строительница, это Божья Матерь, которая сейчас стоит в центре храма, потому что знамение, это знамение нового времени, знамение того, что советские годы еще никто не помышлял. И храм этот был как приходской храм. Мы вспоминаем сегодня приезд святейшего патриарха Алексея, когда полный храм и территория, было множество людей, съемок. Город весь остановился, потому что кресты в годы в этот день шли. Патриарх освящал храм, призвав к своему служению девять епископов. И также в алтаре причащали 70 священий. Приехали архипасты всех регионов, которые участвовали в строительстве этого храма. Приехали с Томска, потому что в Томске делали резьбу и ветражи. Приехали с Подмосковья, где делались иконы. Приехали епископ Сергий Тернопольский, откуда, где сами строительства правильцы были. Купол делали новосибирцы. Приехал владыка Сергий Новосибирский. Они тоже почищали. И вот вся эта монообразность и диография, и материал их организации. Говорили о том, что помимо нас, что строительство, оно тогда слышно. Заместитель губернатора Кимеровской области Дмитрий Исламов зачитал поздравления от имени губернатора Омана Тулеева и преподнес в подарок Знаменскому собору икону святителя Николая Чудотворца, а митрополиту Аристарху – скульптурный образ покрова Божьей Матери. Сегодня мы празднуем 20-летие Знаменского кафедрального собора, храма, который стал духовным сердцем всего Кузбасса, храмом, в котором сочетались судьбы многих и многих поколений людей, и духовное рождение многие священники и жители города Кемерово получили именно в этом храме. Никто никогда не думал, что в частном секторе, где рынок какой-то располагался, пустырь, возникнет этот замечательный храм. Это место осветится и преобразится, и наполнит жизнью весь Кузбасс. Свет Христов отсюда высиял действительно для всего Кузбасса. Поблагодарив гостей за добрые слова и рассказав о важнейших событиях в духовной жизни Кузбасса за прошедшие 10 лет, митрополит Аристарх вручил патриаршие знаки материнства, первой и второй степени, многодетным матерям Кузбасса, а также отметил епархиальными наградами благотворителей. После службы на площади перед собором прошел праздничный концерт в исполнении лучших коллективов Кемеровского государственного института культуры. После концерта гостей пригласили на экскурсию по юбилейной фотовыставке в Музее истории православия на земле Кузнецкой. Вниманию посетителей были представлены около ста различных фотографий, на которых отражены основные этапы строительства Знаменского собора и важные моменты с церемонией его освящения святейшим патриархом Алексеем II, а также значимые вехи архипастерского служения митрополита Аристарха. По этим фотографиям можно ознакомиться с разными направлениями деятельности вашего высокопреосвященства. В частности, это и освящение новых храмов, строительство новых приходов. Вот здесь мы видим освящение купольного креста Казанского собора. Приветствую собравшихся в выставочном зале, глава Кузбасской митрополии обратился к гостям с архипастерским словом. Мы с вами свидетели того, что русская церковь и страна прошли через разные исторические этапы и по-разному складывались их взаимоотношения. И вот в последние несколько десятилетий мы являемся свидетелями этого удивительного исторического феномена, как действительно из-под глыб руин восстала эта реальность новой страны – России, нашего Кузбасса. Посетить фотовыставку, посвященную 20-летию освящения Знаменского кафедрального собора и 10-летию архиерейской хиротонии митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха, главы Кузбасской митрополии, могут все желающие горожане. Музей истории православия на земле Кузнецкой ждет всех неравнодушных к культуре своего края. 28 мая музей-заповедник «Томская писаница» встречал гостей. В этот день почти 500 человек собрались, чтобы принять участие в большом празднике. Для кузбассовцев стала уже доброй традицией отмечать День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия сразу двумя весьма значимыми фестивалями – «Кузнецкая вольница» и «Звоны на Томию». На смотровой площадке, возвышающейся над рекой возле часовни в честь этих прославленных святых, владыка Иннокентий и епископ Мариинский-Юргинский отслужил молебен. В торжественном строю вместе со священнослужителями молились казаки, съехавшиеся принять участие в фестивале «Кузнецкая вольница». Наш долг – сохранить великое наследие святых Кирилла и Мефодия, не утратить и не обесценить его. Сегодняшний фестиваль – это свидетельство того, что наши исконно русские традиции возрождаются и укрепляются в современном мире искусства. «Колокольный звон всегда был неотъемлемой частью культуры русского народа. И мы, как люди большей части, считающие себя православными, должны знать его историю и значение». Перед началом фестиваля «Звон на Томию» над водами реки разлился праздничный благовест, исполняемый Георгием Демченко на переносной звоннице, установленной на движущемся по воде катере. Открывал программу фестиваля специальный гость – компонолог, звонарь Сретенского монастыря, доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии Николай Завьялов. Звонари соревновались в своем искусстве по очереди – на колокольной часовне и на малой звоннице, установленной на площадке возле храма. Их программу перемежали песни и танцы в исполнении казачьих коллективов. Так что определить четкие границы в фестивале было порой просто невозможно. «Получается такой замечательный праздник, который объединил два, так сказать, искусственные люди. Здесь и песен, и танцевальная, и дезвонарная. Поэтому получился великолепный праздник». В этом году казаки съехались на свой фестиваль с 23 территорий Кузбасса. «Томская писаница» принимала гостей из Томской, Новосибирских областей и Алтайского края. «Это же и песни, и танцы, и прикладные боевые искусства, и быт казачий, традиции быт казачий. Это все, это пропаганда казачьего образа жизни, это пропаганда казачества. Это очень нужно». На центральной сцене происходило основное событие фестиваля. В исполнении лучших коллективов, а это порядка 50 участников, носителей казачьей певческой традиции и любителей этой музыкальной культуры, были представлены различные жанровые направления. Вокально-хоровое, инструментальное и хореографическое искусство, а также празднично-обрядовые зарисовки. «Ансамбль «Росичи»» «Мы начинали в городе Березовском с двух казаков. Мы ходили и продолжаем ходить в храм, продолжаем и молимся в храмах, исповедуемся и причащаемся Таинству Христову. И Господь, я думаю, помогает в этом плане. Мы развиваемся и крепнем именно на этом уровне уже. Казак без веры не казак. Составляющая казака – это вера православная, другого просто ничего нет. Вера – это самое основное. Ну и, соответственно, традиции, по которым казачество раньше жило, мы стараемся их, значит, эти традиции соблюдать и, значит, брать самое лучшее, идти вперед. Зрители, которым посчастливилось побывать на фестивале, смогли насладиться не только музыкальным искусством, но и окунуться в самобытную культуру сибирских казаков, в казачий быт. Познакомиться с спортивными забавами и народными промыслами. Храм святых Кирилла и Мефодия областной столицы отметил второй с момента образования престольный праздник. 24 мая литургией служили священнослужители нескольких кузбасских приходов. Что воздам, Господи, я всех, я же воздадим и... Честное приход, Господи, в свет... Приходская жизнь этого храма начнет все более и более развиваться, поскольку трудами настоятеля приближается тот день, когда будет осуществляться строительство основного храма сего прихода. И в сегодняшний день хотелось бы возблагодарить Господа за возможность сослужить здесь божественную литургию. Хотелось бы поблагодарить всех вас и настоятеля, и прихожан, которые проявляют об этом месте свое попечение. Поздравляю вас, духовенство, церковные служители, всех прихожан храма с престольным праздником. Желаю вам, вашим родным и близким людям крепкого здоровья, душевного мира и согласия, помощи Божией во всех добрых делах, начинаниях во славу Русской Православной Церкви и нашей Доровой Родины России Кузбасса. Да хранит вас Господь в мире спокойствия и наполнить сердца людей крепкой верой, светлой надеждой и духовной радостью на многое и благое лето. С уважением, губернатор Кемеровской области Аман Кумирович Туреев. Новый приход в самом центре областной столицы очень быстро вырос. Если на первые службы приходило 12-13 человек, то сейчас число прихожан – несколько десятков. В результате на сегодня здесь образовалась большая дружная община, которая принимает самое активное участие в жизни храма. Люди встречаются не только на службах, они проводят просветительские и познавательные беседы, сообща участвуют в субботниках и совместных чаепитиях. Далеко не в каждом храме удается создать такую атмосферу. Ответ на вопрос, благодаря чему это получается, у каждого участника престольного праздника свой. Я так и слежу за этим приходом по интернету, как раз по нашему сайту Метрополия, по епархии сайту. Смотрю иногда новости, видно, что число прихожан увеличивается. И даже, наверное, качество тоже увеличивается, потому что, когда я был здесь однажды первый раз, то и шумновато было в храме как-то, и все были одеты как-то по-разному, не совсем, может быть, кто-то по-православному, благочестивому. А сейчас видно, что народ стало намного больше, народ дружный, чувствуется, что и молитвенное общение, все уже грамотно, все поиточи, наш, никаких нет уже таких вот ошибок каких-то на приходе. Ну и видно деятельность отца Георгия, потому что, когда его видят его прихожане, они разогораются радостью, его любят, вот, и он так же с улыбкой ко всем относится. То есть жизнь идет, она и приносит свои плоды, и, слава Богу, благие плоды. Это видно, динамику хорошую на приходе, и даже сегодня я не хотел об этом упоминать, подарил отцу Георгию большой потир, уже литровый, чтобы прихожане увеличиваются, нужно больше уже причащать людей, поэтому вот такой ему подарок сделал на будущее, чтобы было больше и больше здесь прихожан. Кирилл и Мефодий – это мои родные святые, я же филолог, я очень люблю их, и люблю изучать подвиг их, ведь они нам подарили письменность, славянскую азбуку, и поэтому особенно дорого то, что теперь в храме можно их благодарить об этом. И потом в нашем храме очень теплая атмосфера, мы все друг друга узнали, любим друг друга, и посещать службы в этом храме – это большое душевное и духовное вдохновение, потому что храм небольшой, службы идут неспешно, мы участвуем в литургическом, в их христическом общении как-то очень легко и по-домашнему, вот это меня очень привлекает в этом храме. Наш храм входит в число 10 храмов, которые закладные камни, которых освящал патриарх Кирилл в 2013 году при его визите в Кузбасс, на Кузбасскую землю, и на данный момент с 2013 года было оформлено не только юридический статус прихода, но еще и оформлен земельный участок на перспективу нашего строительства. Ну и уже сейчас, на данный момент, на 2016 год, у нас начинается подготовительный этап для строительства нашего храма. Буквально с недели на неделю будет у нас устанавливаться забор строительный, который уже будет ограждать всех прихожан, захожан и зевак от тех строительных, подготовительных моментов, которые вот у нас вот-вот начнутся. Будут демонтироваться столбы с нашего участка земельного, будет начинаться рытье котлована. Ну и вообще, в принципе, работа по строительству нашего храма, она требует очень многих сил, возможностей, как материальных, так и физических, не только от меня, как от настоятеля, но еще и от прихожан. Потому что большинство прихожан участвует так или иначе над созиданием нашего храма. Потому что кто-то есть из проектной организации, кто-то из строительных организаций, уже даже потенциальный подрядчик, которого мы выбрали, он уже тоже пока неоплачиваемый, трудится над созданием, над разработкой и проверкой этого проекта, который у нас будет воплощаться, надеемся, в этом году. На лето 2016 запланировано возвести цокольный этаж. А если будет дополнительная спонсорская помощь, то в зиму будущий храм уйдет уже со стенами. После литургии в День святых равноапостольных учителей славянских прихожане во главе с настоятелем храма совершили крестный ход вокруг временного здания церкви и даже по окончании службы не пожелали расходиться. Праздник завершился просмотром видео и фотоматериалов о жизни за прошедший год и беседой о судьбах святых Кирилла и Мефодия. Ну, хотелось бы пожелать, во-первых, терпения, которое всем нам необходимо. И Господь нам говорит в Священном Писании, потерпевая до конца, то и спасен будет. Еще много и много предстоит здесь трудов, много, может быть, и каких-то конфликтов внутренних и внешних, много трудов физических, духовных, и чтобы Господь дал, все вам желают, чтобы Господь дал вам много терпения, смиренно-мудрее. Любите вашего батюшку, молитесь на него, поддерживайте, молитесь за него, прощайте его, какие-то ошибки. И он, я думаю, будет стараться вам отвечать тем же, любовью, молитвой за вас. И будет вести вас в Царство Небесное. Настоятель уверен с Божьей помощью, да с такой большой и дружной общиной, им любые труды будут по плечу. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok